вечер добрый другим и продолжаем катать евротрак симулятора 2 версии 1 49 с вами олег драйве давай дорогу что у нас сегодня происходит и где я нахожусь нахожусь я в финляндии где-то час небольшим назад перешел границу россия-финляндия часок здесь постоял перекусил такой легкий ужин и совсем у меня из башки вылетела такой завтра утром я поеду завтра утром а я без 27 должен быть на месте вот так вот вот у меня такой груз почти что рядом есть почти что рядом еду в турку полуприцеп мазовский 17 160 у меня очень опасный груз и динамит голова scania модель т дизель 500 коробка 12 scania так поаккуратнее тут поаккуратнее тут ходить надо симпатичная машинка так ну что ж друзья немножко отдохнул сейчас у нас лето на улице тепло хорошо забираемся в кабинку будьте внимательнее на дороге так что у нас там по градусам 19 градусов не сильно жарко ну в целом нормально комфортно тепло так ну что надо ехать сейчас у нас тут полярный день полярный день так ну давай надо заканчивать 300 ёшки-матрёшки с богом поверните направо да я такой думал посплю пораньше встану и поеду а у тебя край до 7 до 7 утра надо быть на месте ты пропускаешь что ли ну ты так встал слушай прям прям вообще четко и такой пропускает мне это проезжает как хочешь вот ты и так друзья только что я опубликовал на своем канале youtube голосование какой автомобиль взять следующим камаз или масс или три варианта или какой-нибудь другой иностранный автомобиль грузовой разумеется так что друзья мои заходите проголосуйте сегодня пятница заканчивается день сейчас это видео запишу так что у нас тут полоса планет полоса просто съезда метят видос этот запишу и сегодня я уже больше писать не буду так что это видео следующее с камазом мазом или иномаркой будет писаться все же таки уже завтра в субботу обязательно примите участие в голосовании от вашего голоса помните помните всегда что от вашего голоса зависит результат но вы же не боже не вы же не будете ведь утверждать что если я не проголосую то все равно победит камаз если я проголосую за иномарку все равно победит камаз ну ребятки вы свой голос оставьте это тоже самое как голосовать за президента между прочим и неправда то утверждение что да че там все решено да нет ребят там ничего не решено и каждый ваш голос имеет значение и даже даже если вы и знаете что большинство голосов будет скажем задействующего президента если вы своим голосом еще добавите так сказать в армию голосов свой голос покажете тем самым поддержку президента если вы скажем на выборах голосуйте за другого кандидата не надо говорить что какой смысл там за кого-то голосовать за другого кандидата или за действующего типа все решено нет нифига даже если и побеждает большинством и это всем ясно понятно известно победит действующий президент вы своим голосом покажете насколько насколько необходим насколько востребован ваш кандидат за кого вы голосуете поэтому голосовать ребятушки надо я не голосую за действие я не голосую нет я голосую да я не агитирую вас голосовать скажем за путина там до голосования уже давно прошло я вообще как бы процедуры голосования в целом об отношении к этому надо ходить голосовать даже если вы допустим голосуете за коммунистов там или еще там за кого-то идите и голосуйте вы своими голосами покажете насколько важен ваш кандидат сколько за него народу идет голосовать все понимают да скажем что кандидат от от лдпр никогда не займет кресло президента но вы своими голосами покажете насколько он для вас важен насколько партия лдпр для вас важна и так далее поэтому надо ходить голосовать надо обязательно чтобы власть видела сколько народа сколько людей голосуют за тех сколько за этих это очень важно не надо игнорировать выбор и утверждение что там уже все решено в корне неправильно абсолютно неправильно у нас самые открытые выборы в мире таких выборов открытых это больше ни у кого нет а самые темные это он как раз в благословенной прости господи америки самая открытая прям демократичная страна вот как то так поэтому друзья зайдите проголосуйте очень вам за их буду благодарен за тем спасибо да и кстати друзья нас уже более двух с половиной тысяч недавно казалось бы себя и вас в первую очередь поздравлял что у нас было 1000 уже две с половиной тысячи друзья это же хорошо и просто замечательно тщательно так времечко смотри 10 но по-любому до победы идем уже завтра отдохнем это спимся как то так так что следующий рейс будет на том автомобиле на том автомобиле за которым вы проголосуете и но я так полагаю если вы проголосуете за камаз или замаз то разумеется мы катать будем не по европушки по в россии мальчики так я понимаю так но наверное еще вопрос встает если будет масс то я возьму вот этот мазовский прицеп держите силе если будет камаз может быть тоже этот массовский прицеп возьму и поеду как то так нет на что чем плохо этот прицеп полуприцеп да ничем нормально самое что интересно я обратил внимание смотрите а ведь он по кроме этого выше чем европейский стандарт видишь где сиделка у него и как у него корма вверху поднята смотри одиннадцатый час а солнце не садится вот чем я люблю ребятушки скандинавию так это то что здесь круглые сутки солнце можно вообще здесь кататься когда выйдут северные как там северные направления северной территории как-то так да новая дилсиев будет скандинавии вы прикиньте прикиньте как будет популярно это место и если это дилсиев будет действительно полноценным и полностью закроет всю скандинавию дверь всю центральную часть и весь север там швеция норвегия финляндия то это будет вообще супер и было бы очень очень здорово бы ну я я уверен что этого не будет но было бы классно конечно бы если бы в это дилси вошла бы скажем мурманская область то есть вот наш север болин вообще бы здорово было бы очень классно но я уверен на сто процентов что этого что этого не будет что-то но извините я останавливаться не буду да если вот не облака бы здесь было намного ярче 158 километров до финиша мы по графику прекрасно прекрасно успеваем но сегодня придется так очень хорошо продуктивно поработать допоздна роденько встал я где-то около пяти по моему я сегодня встал да кто помнит по моему так и ориентировочно и около шести утра выехал но плюс получается обед у меня был днем вечером сейчас ужин но я такой остановился же в конце предыдущей серии сказал типа я отдохну да потом поеду я ты чего меня так дернуло ляпнуть завтра пораньше встану пораньше и у меня доставка уже должна быть завершена до до семи там где-то без пятнадцати что ли 7 там 6 копейками в 6 взять да и бладая 639 я должен быть я должен быть на месте 530 все 60 чтобы тебя что за прыжки и ужимки с фпс вот так вот если так вот не перепрыгнешь может быть вот так вот вид поменяешь да может быть но не всегда все равно прикольно светло еще вот эти вот 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 как сейчас вот такая вот погода такая освещенность когда у нас на урале наступает летние ночи блин как же так классно как же это красиво но спать приходится с закрытыми что но зато ночи какие мы как-то с друзьями отдыхали давненько уже было супруга были достаточно молоды и и как раз вот попали вот отдыхали мы у друзей попали на белые ночи были мы всю ночь до утра гуляли и под утро уже солнце начало вставать мы только стали расходиться и подвергли короче потом до вечера ой блин а вечером пошли снова туда к друзьям на дачу и понятное дело что так бурно по молодецки уже не отдыхали ну понятно что первый день там и там отдохнули вот и свадьба была просто так с друзьями собрались не так честно не так часто встречались тихо 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 бывает и так раз и заглох не часто так получалось встречаться собрались с друзьями хорошо отдохнули именно в такую белую ночь ну там разумеется шашлык-машлык водочки все дела на второй то день решили просто вот так вот к вечеру собрались сидели курались и там песни пели под гитару короче нормально отдохнули до утра то день провалялись проспали вечером снова собрались и уже решили что не надо ничего такого весистого тяжелого шашлыков там каких-то так так чё я там рассказывал то господи вечно вот на полумысли перебьют когда позвонят так вот мы на второй день собрались с друзьями вроде про это разговаривал да вернее на вторую ночь вечером собрались и уже чисто взяли так это чё это у вас тут такое дорогу не поделили ну ё-моё два барана утром рано ну понятно ну взяли взяли скубриёшки взяли пивасика лёгкого светлого такого чистого удовольствия на это на мангале на решеточке коптилку поставили ну в смысле на решеточке успеть коптярню поставили коптилочку на угле на мангал рыбку покоптили и вообще замечательно от души посидели рыбку поели вкусную пивка попили и получается вторую белую ночь тоже сидели вот так выходные уже прошли считай в пятницу собрались в субботу отоспались с субботы на воскресенье еще раз собрались нормально нормально так 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 что у нас там налево надо сейчас держаться да держитесь левее затем поверните налево уже 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 поверните налево вот я уже почти и доехал а вот и маркер справа так так направо держитесь правее затем поверните направо все уже ночечка смотри как светло да слушай вообще прикольно да час ночи и такая светлая тень это же вообще здорово ах красота какая да интересно все таки тут в игре вот такая тема сделана да по широте получается у вас и освещенность то есть на юге к примеру вот нет таких белых ночей ну понятно так и должно быть а здесь вот есть здесь вот есть так вот немножко немножко сейчас постоит такая красота вот пока разгружусь и здесь в этом городе в этом городе турку я буду покупать себе гараж но мне до него надо будет доехать чтобы оформить сделку да то есть это будет уже или мне кажется уже светать начинает приготовьтесь к повороту на право так стоп 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 ты куда ёпта приготовьтесь поворотом до права чтоб тебя дура электронная сука я же не сказал я же не сказала повернуть какого хера ты поворачиваешь но она бы мне так могла бы ответить и готовьтесь к повороту налево те поворот на неё поверните на это поступаем дорогу ни хрена тут движуха то хреничу издевает что-ли держитесь правее затем поверните направо блять сука ты драная сучка электронная с тобой блять с ума сойдешь пиздосе и готовьтесь к повороту налево поверните налево вот и все а все а все а вот и почти доехали ёб твою это что такое это какой-то косяк и с чем это связано приготовьтесь к повороту направо офигеть бывает поверните направо бывает и такая фигня так подсохранимся на всякий случай так если побеждает к следующему видео камаз или маз разумеется поедем в россию если победит иномарка в чем я конечно сомневаюсь на все сто процентов но тогда поедем дальше отсюда из турку разгружаемся так ну что дам маленечко сюды и маленечко туда аккуратненько назад а Так, чуть-чуть вперёд. Связь аккуратненько. Так, выключаем стекло, поднимаем. Ремочка половина второго, отлично. Так, у меня, по-моему, где-то там авария была. А, нет, 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 всё хорошо. Ну да, почти час, почти час. Так, теперь, теперь мне надо ехать в гараж. Это надо мне проследовать вот сюда. Вот сюда. Сюда и налево. Так, поехали вот здесь, проедем. Ну, давай выдвигаться, чё уж теперь-то, давай. Ехать так, ехать до конца уже. Гулять так, гулять. Поехали. Так. Поехали вставать на постой, в свой собственный гараж, который сейчас куплю. Поехали. Приводцать. Приготовьтесь к поводу направления. Поверните направление. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Здесь опять куча машин. Тут газелька, то какого хрена в Финляндии? Ничего себе. Стоп, 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 стоп. Ну что ты делаешь? Ну ты же видишь, я еду. Нет, ведь видишь, что поворачивай. Затем поверните направо. Не все равно, сука, до последнего жмёт. Поверните направо. Так, вот уже светать начинает потиху. Третий час. Двигайтесь прямо. Светофоров-то, светофоров. Так, что у нас там налево? Держитесь левее. Затем поверните налево. Поверните налево. Держите левее. Мон Grand Prix Р height. Созанно! Держите атmialla трубка,ơi наверно? Ой, да. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. А я уж доеду, нет тут. Чего только город-то большой. Пока тут, блин, доедешь, все вокруг проедешь. Сейчас быстренько домчим. Ее тут ерунда осталась. Держитесь левее. Ух ты, 123А2. Ух, ух, ух. Ух, ты даешь. Какая туча нашла там. То ли снег с дождем, то ли дождь со снегом. Приготовьтесь к повороту налево. Такая хорошая тучка приперла. Поверните налево. А что все сюда едут? Все прям сюда поворачивают, а? Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Музыка. Поверните налево. Поверните налево. Ну, скоро солнышко будет. Подниматься. скоро будет и готовить день поворота налево так вульва очень хорошо поверните налево приехали конец спасибо и вот наш гараж сейчас сразу оформляем покупку быстренько онлайн так бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла да конечно хочу все и заезжаем спокойненько на отдых на обслуживание очень хорошо вот как то так ну что ж друзья так один момент так свет выключаем и глушим отлично ну что ж все отлично все хорошо пойдем ка мы сейчас административный корпус там на втором этаже на первом этаже контора на втором этаже там мой рабочий кабинет вот такое типовое строение как обычно как у всех там свет горит все дела мой рабочий кабинет спальня кухня и т.д. и т.п. ну что ж друзья всем спасибо за просмотр спасибо что были со мной оставляли комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал бейте в колокол чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу вконтакте на мою страницу в фейсбук там полно скринов по евротрак по мерке по сроку России заходите добавляйтесь буду рад всем спасибо пока пока увидимся до новых волнующих до новых встреч